Приветствую вас, это Евгений Горобченко. Сегодня поговорим о том, как принимать соду от паразитов. Использование содового раствора эффективно не только в борьбе против гельминтов, но и также полезно при восстановлении работоспособности внутренних органов. На сегодняшний день содовая клизма приобрела большую популярность в борьбе против глистов, так как легко очищает кишечник от шлаков, каловых камней и токсичных веществ. Ее можно пить, а можно использовать в качестве очистительных процедур. О каждом из них поговорим дальше. Итак, особенности чистки кишечника содой. Как известно, инвазия паразитов поражает прежде всего кишечник. Исследуя этот аспект, многие врачи пришли к выводу, лечебные клизмы являются хорошим способом в борьбе против гельминтов. В медицинской паразитологии используется стандартный рецепт раствора. В 800 мл воды температурой 38-42 градусов растворяется около 30 г соды. Далее расскажу о том, как проводить это лечение. Этот способ борьбы против паразитов не вызывает токсического воздействия на организм, хотя убивает большое количество червей, поэтому безопасен и практичен. Клизма с содовым раствором активно воздействует на толстую кишку, при этом не оказывает влияния на другие внутренние органы. Например, в тонкую кишку средство не проникает, так как мешает илеоцикальный клапан. С помощью содового раствора, введенного ректально, происходит избавление до 70% взрослых осов и паразитов и их личинок. Также удаляются все продукты их жизнедеятельности. Лечение проводится в три этапа. Первый. В зависимости от веса человека используют от 1 до 2 л теплой прокипяченой воды. В нее добавляют 1 или 2 ложки соли. Соль в этом случае играет роль антисептика. Она качественно промывает кишечник, при этом не всасывается в его стенки. Для ввода рекомендуется использовать кружку эсмарха либо грелку. Больной принимает положение лежа на боку или колено-локтевую позу. Кончик шланга смазывайте вазелиновым маслом, после этого медленно вводите в анальные отверстия. После того, как жидкость была полностью введена, ее конечник убирают. Рекомендуется не выполнять резких движений, не вставать не принимать еду, не пить воду, постараться выдержать до 10 минут. Это время. Нужно принять положение лежа на спине и глубоко дышать. По истечению указанного времени больной может посетить туалет. Процедура с солью помогает избавиться от зашлакованности в кишечнике, которая может стать препятствием для воздействия терапии. 2. Только после выполнения первого этапа лечения можно приступать к второму этапу в основном. В 800 мл теплой воды растворяется 1 столовая ложка соды, тщательно перемешивается и вводится таким же способом, как и солевая жидкость. Раствор выдерживается в кишечнике около 30 минут. Таким образом выводятся различные виды гельминтов. Мнение врачей Некоторые исследования показывают, что клизма у многих пациентов сопровождается сильными болями и спазмами внизу живота. Эти симптомы свидетельствуют о том, что в толстой кишке поселились паразиты. Они пытаются удержаться, что приводит к неприятным ощущениям. Последний этап лечения такой же, как и первый. В толстой кишке выдерживают соляную жидкость около 10 минут, затем упражняют его. Процедуру очистки рекомендуется проводить ежедневно до полного изгнания гельминтов. Чтобы процедура очищения от гельминтов была эффективной, важно напомнить об основных правилах. Не следует использовать воду выше или ниже указанной температуры. Теплая вода расслабляет стенки кишек, поэтому может произойти всасывание токсинок в организм. Холодная вода может вызвать переохлаждение органов малого таза, что вызовет их заболевание. Скорость введения жидкости должна быть комфортной. Быстрое введение вызовет некомфортные ощущения в процессе лечения. При этом растянет стенки кишок, что может привести к нарушению работы печени и почек. При введении жидкости в толстую кишку больной должен принять комфортную для себя позу. Правая нога должна быть подогнута к животу, но не вплотную, иначе процедура окажется болезненной. Особенности чистки верхнего отдела кишечника. Очищение внутренних органов с помощью соды производится еще одним эффективным способом. Раствор гидрокарбоната натрия можно пить. Процедура очистки поможет избавиться от многих заболеваний, которые провоцируют паразиты, а также от шлаков, токсинов и прочих отравляющих веществ. Очищение гидрокарбонатом натрия можно выполнять утром на голодный желудок. Каждое утро нужно пить стакан теплой воды, это поможет нормализовать метаболизм, желудок начнет опорожняться вовремя. Как только кишечник окажется чистым, нужно выпить стакан теплой воды с содой. Пить можно большими глотками. Она готовится по следующему рецепту. В стакане воды растворите 1 чайную ложку гидрокарбоната натрия. Через минут 15 процедуру нужно повторять каждые 15 минут в течение одного часа. Как показывает практика, у больного происходит повторная очистка кишечника. Как правило, выходящий состав должен иметь светло-желтый цвет. Важно не принимать слишком горячую или холодную воду. Эффект от этой процедуры будет тот же, что и в случае с клизмой. Для проведения терапии целесообразно выбрать выходной день, так как больной может испытать небольшой дискомфорт в области живота. Принимать дополнительные антипаразитарные препараты категорически запрещается. Чтобы помочь организму быстро адаптироваться к новым условиям, после проведенных процедур рекомендаются принимать травяные сборы и настойки. Самым популярным способом оздоровления является настой из пижмы. На один литр кипятка кладете одну столовую ложку травы и наставите около часа. Пить этот чай нужно один раз в день, а детям принимать этот настой категорически запрещается. Чистку против гельминта рекомендуется проводить дважды в год. После лечения у человека восстановятся аппетиты, иммунная система улучшится и состояние здоровья тоже улучшится. Рекомендуется перед проведением терапии проконсультироваться с врачом, так как даже такие безобидные процедуры могут нанести непоправимый вред человеку. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, мне ставьте лайк, подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.